приветствую всех из одессы друзья и сегодня на повестке дня у нас первую очередь игра за сборную команды украины ведь с колеса в принципе в чемпионате испании уже все понятно ну и еврокубках мы стоим уже в нескольких шагах от исторического достижения от главного матча сезона от игры в финале лиги европы находимся мы уже буквально на расстоянии выкинутой руки от этого события находимся мы в одной четвертой финала лиги европы вместе с хадисом но со сборной украины у нас еще остается один очень важный открытый вопрос пройдем ли мы квалификацию чемпионату европы но вообще выпуск сегодня непростой нам светит ребята скажу вам по секрету опять календарь с нами не шутит для начала мы сыграем со сборной командой украины на олимпийском со сборной англии которая идет на второй строчке но у равенства очков у нас с англичанами можем мы их опередить если добудем победу в домашних стенах ну а потом потом нас ждет игра с лидерами группы со сборной командой италии у итальянцев конечно на два очка больше ну и на игру в запасе они еще имеют одну поэтому даже если мы обыграем англичан не факт что мы поравняемся еще ноздря в ноздрю с итальянцами смотрим мы на свой состав во-первых я дозаявил в сборную безуса которого очень не хватало в прошлых матчах заменит он на поле буяльского ну и витя цыганков под уставшийся гонков не думаю что он вывезет полный матч поэтому давайте начнется старта ярмола а во втором тайме если что но главное не забыть я выпущу на поле виктора цыганкова ну что ж украина англия олимпийский нужно брать 3 очка ярмола ну почему ну шо ж ты такое а медисон в итоге по флангу рвется к нашим воротам убирает вчера бухари кейн это очень опасно нужно крыть стерлинга стерлинга никто не кроет в итоге тот забивает мяч в сетку наших ворот 1-0 англичане повели а все началось с кого сермовы ну ладно не будем вешать на него все попробуем отыграться быстро как мы умеем есть у нас такой перк быстро забивать гол после пропущенного но пока что ничего не получают нас в атаке шоу с мячом ярмола того атакует но тот выходит легко из-под прессинга и англичане начинают атаку но тут хачараба царский играет защите безус не обрезаться бы не обрезается безус ну что шапаренко успевает отдать на зубкова тот врывается в штрафную зубков играет под себя ай-яй-яй зубков на мяче шапаренко но кто-то пробьет поворотом пока некому пробивать мяч уже у ярмоленко ну и тот конечно же будет бить и мяч уходит на угловой снова своим левым флангом атакуют англичане медисон снова убирает нашего защитника на фланги стерлинг отдает передачу на медисона тот штрафную зинченко пяточкой в руки бущину отправляет этот мяч малиновский ну давайте ребята англичане дают атаковать малиновский спокойненько еремчук требует передачу дает на зубкова зубков выбрал выбрал мяч зубков или что там игра рукой кажется хорошо гермо на этот раз неплохо еремчук удерживает мяч роман снова не получается выскочить быстро к воротам играем мы через подачу штрафную выносят англичане мяч тут динченко красавчик на подборе безус завладевает мячом ну накрывает безуса сразу же буквально вдвоем атакуют англичане шапаренко не дают пробивать по воротам пока зинченко безус врывается в штрафную передача на ермолу тот левой ногой подает штрафную хорошая подача еремчук пробивает увы в руки пикфорду что там что там было а положение вне игры еще и в итоге понятно ой-ой-ой кай проникающая передача в нашу штрафную но тут здесь жора бущанс хорошо играет внимательно жорочка хачараба хачараба спокойно остуди свою голову хачараба ты был так неплох вначале не надо привозить не надо портить все впечатления ну зубков аша саша маун еще одна разрезающая передача в нашу штрафную стерлинг просто рвет сетку ворот кладет он мяч в девятку в самую девятину рахим стерлинг 2-0 зубков ну нужно отыгрывать как оба один мяч в первом тайме друзья ну зубков снова теряет его на ровном месте очередной заброс за спины нашей обороны ну просто катастрофически мы не успеваем за игроками сборной англии александр арнольд с мячом зинченко против него пытается того выдавить буквально за линию уже боковую но тот отдает на маунта маунт дальше комбинирует игроки англичан ну забарный внимательно шапаренко не обрезаться бы здесь шапаренко на хачарабу хачараба там есть впереди кому отдавать видит хачараба забег боже мой да хорошо безус помогает в обороне последние минуты буквально уже первого тайма истекают ну давайте тапаренко хорошо под ударе римчуку тут пробивает лишь угол на пик вортащи ну может быть углового высокая подача на голову хачарабе тот не может пробить безус пробивает что там там было нарушение правила это будет опасный штрафной сможет ли хорошо пробить руслан малиновский в этом эпизоде малиновский разбегает пробивает малиновский что там пик for у него железная голова или мяч попадает штангу непонятно но судья дает свисток на перерыв 0 2 все-таки мы уходим отдыхать при таком счете нужно ускоряться на второй тайм нермола не дает нам драйва нужного в атаке зинченко подустал но пожалуй да нет степаненко выйдет вместо зины на второй тайм зина уже поднаелся тапаренко тоже поднаелся освежить бы и эту позицию но пока пожалуй не будет не будем этого делать не будет выходить мудрик вместо шафаренко слишком это рискованно очередной заброс ой 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 прыжке пытался сыграть матвиенко ничего у него не получилось мэдисон пробивать наши воротам гущан с трудом отражает этот удар стерлинг снова не успевают накрыть стерлинга нашим воротам ну 3-0 да все уже походу приехали можно идти переодеваться и домой ехать ну и опять за спину там александр арнольд нет положения вне игры нет нашей защиты зато есть четвертый мяч в наших воротах болезненное очередное болезненное поражение нас ожидает судя по всему давайте хотя бы ради престижа забьем парочку мячей ворота сборной англии вот он первый еремчук поздновато конечно поздновато роман англичане в очередной своей атаки медисон все тот же медисон терроризирует он наш фланг обороны снова никто с ним не может справиться но на это разгущан хорошо жора быстренько пытаются напасть на нас англичане но может на этот раз хорошая передача пройдет на зубкова тот отталкивает александр арнольден но тут все равно то подставляет встает подставляет свою ногу 70 минута в атаке увы англичане если бы мы атаковали можно было бы говорить еще о каких-то шансах вчера был ну давайте там зубков зубков набирает скорость по флангу но не достается тому мяч на оперативном просторе тем не менее мы удерживаем в центре поля а это опасность степаненко ну что кто-то троится по степаненко никто не открывается увы цыганков видит еремчука вот передача и римчук выигрывает этот мяч и римчук красавчик в этой ситуации передача на колю шапаренко бить неудобно снова к флангу мы скатываем свою атаку безус назад отыграет на цыганкова ну не точно завозились уже мы и теряем мяч хорошо цыганков внимательно ну давайте хотя бы для престижа чисто для престижа ребята второй мячик забьем хорошо и римчук как открывается запоздала здесь оборона сборной англии как-то прозевали не римчука и тот дубль делают второй мяч в стенке англичан но 84 минута матча не знаю если у нас время отыграть два гола снова комбинирует витиева то англичане на этот раз хорошо вроде играет в обороне забарный потом снова выпрыгивает всем своим телом мяч уходит на угол вольт мэдисон подача в нашу штрафную хачараба на мяче степаненко ну можем выйти мы в контратаку могли бы конечно но степаненко не увидел варианта для хорошей передачи отдает он мяч сопернику но и те устремляются свою атаку кальверт джейден санчо уже на поле отдает на то море так он райс стоунс райс стоунс что опять райс нет цыганков в итоге шабаренко и могли мы выйти в свою контратаку наконец-то и первую на 95 минуте матча но на этом финальный свисток уведомляет нас о том что мы похоже начинаем потихоньку зарывать свои шансы и со сборной командой украины очень не очень теперь наше положение друзья в турнирной таблице после этого болезненного поражения англичанам у них теперь один из очков как и у итальянцев но англичан на игру больше англичане там потеряли очки смотрите англия проиграла ирландии в итоге дома если мы сейчас обыграем итальянцев мы снова поравняемся с очками со сборной англии поравняется с очками все с теми же итальянцами у которых правда на одну игру в запасе ну собственно говоря очень понятное прозрачное положение в турнирной таблицы нам нужна победа и все или победа или смерть как говорится играть мы будем основном составом цыганков на правом фланге выйдет в первых минут ярмоленко себя показал не очень все остальные в принципе более-менее готовы немножко под уставший шапаренко но ничего страшного коль а будет бегать до конца я вас уверяю ну что ж нужно с итальянцами всего-то сыграть так как мы играли в концовке матча с англичанами просто сыграть так с первых же минут уверенно кладнокровно и главное предельно внимательно пока конечно внимательностью не пахнет нашей обороне мы подпускаем баррел уже на ударную позицию тот прорывает ближний угол ну и гущан спасает ух ёкнуло немного сердечко цыганков отлично на приеме еще и убирает витя оппонента отдает на шапаренко тот вперед немножечко вперед на зубкова зубков ждет рывок шапаренко ну не дожидаются того точнее дожидаются рывок но вместе шапаренко рывок делает и бастони который караулит в итоге этот мяч а вот рывок за спины от кьезы нашей обороне мы проворонили все тот же кьеза уже с мячом забарный против него смещается на фланг забарный диоренса отыгрывает о верате верате на ударной позиции нужно хорошо матвиенко отлично отбирает мяч у верате и мы выскакиваем свою контратаку передача на зубкова шикарно зубков отлично принимает мяч что там там есть кому замкнуть буяльский не забивает она добивание никого нет но мяч еще ушел кузов боже куда дает саша зубков на шапаренко но тут уже зинченко с мячом левый пробивает нужно было разрядить уже здесь обстановку подает низом штрафную снова получает мячик еза здесь нужно быть внимательно матвиенко матвиенко если забарным забарный не нужно не привести ну хотя бы так друзья да в пылу жару я забыл что буяльский на поле у нас находится должен находиться безус который в итоге остался вообще где-то вне заявки на этот матч на этот важнейший матч мы играем без романа безуса важнейшего игрока основы увы но тем временем итальянцы подают угол во им да но это тренерская ошибка ничего не скажешь безус не заявлен этот матч верать и выбирать нашего защитника инсиния набрасывается на того за барн инсиния пробивает головой ну ладно может быть и буяльский покажет себя надеюсь что пока что буяльский теряет мяч там конечно была подстава от гущана в первую очередь не успевает шапаренко уже в подкате селится наш защитник инсиния подает назад джорджинио это второй шанс у нас в защите ребята нам подарили второй шанс упрощает нас мой закин матвиенко нужно спокойненько здесь сыграть зубков зубков не решился протащить мяч по своему флангу отдает на зенченко тут на малиновского малиновский делает шаг вперед уже его накрывают но с мячом шапаренко какая передача в итоге ну и там уже не глядя пробивал зенченко музыкин это опасно забарный успеет закином за успевает забарный вот укрывает мяч корпуса здесь хачараба на опережении спокойненько буяльский вот здесь бы не потерять хорошо буяльский зенченко мы выходим на оперативный простор зенченко видит рывок зубкова тут уже позже не вне игры увы здесь должен играть цыганков на мяче ну ладно навязывает он борьбу и мяч все-таки достается нам 43 минута матча давайте уйдем на перерыв ведя в щеки друзья по крайней мере попробуем провернуть этот фокус пока еремчук разворачивается сбрасывает защитника со своих плечей роман ну и нужно решать еремчук вот это твой мяч это твой гол рома все сделал он просто единолично 1-0 ну и 1-0 как по заказу уходим мы на перерыв ведя в счете малиновский хорошо на еремчука что роман окрыленный своим успехом концовки первого тайма снова полез на троих но на этот раз конечно его просто съели и не поперкнулись даже забарные не успевает к этому мячу забарные стелется в подкате в опаснейшем инсине уже в нашей штрафной это очень опасно рикошет не в нашу пользу но мажет вераки поворотом посмотрите просто на этот эпизод но здесь нам откровенно повезло в упор в упор промахивается вераки зина хороший подкат но оставляет инсине мяч в игре зинченко успеет ли он за маленьким прытким вингером сборной италии не успевает зинченко зато инсине успевает убрать того еще пару раз накрутить просто уже кружится голова узень чем такое ощущение мой закин с мячом нужно забирать мяч друзья нужно забирать мяч но остановите этого инсине кто-нибудь ну что же это делается матвиенко 1-1 и все сначала друзья 30 минут итальянцев абсолютно устраивает этот счет я уверен а нас он не устраивает совсем зубков рвется к воротам зубков ай входил казалось бы в штрафную дилоренса айдай боррелла пробивает ее далека гущан спасает снова какие-то неудачные оскокиします происходит на ш vaccinationsor воard declined вне игры без паники без паники вне игры ухачараба слова чуть не обрезается дам готов зубков уже к своему рывку и готов я Я уверен, Яремчук к рывку в штрафной. Подача в штрафную. Яремчук пробивает в Доноруму. Террио взамен в составе сборной Италии. Мы тем временем подаем угол. О, Яремчук выигрывает борьбу. Продавливает защитника. Но мяч уходит за лицевую. Зинченко не дает пробить. А вот дают пробить Спиноцоле, кажется. Но тот отправляет мяч прямо в руки Гущину. Зинченко. Отличная передача. Нетеряемый мяч, слава богу. Мяч на ход Яремчуку. Ну и что? И Роман пробивает на юг. Забивает Яремчук. 2-1. Не разобрались здесь наши ребята. Кто должен был встречать Пьезу. В итоге вдвоем отправляются на фланг. Пьезу просто обыгрывает их одним пасом. Но здесь Коля Шапаренко. Шикарно. Ну и Яремчук из глубины. Тащит мяч по флангу. Роман не спешит с ним расставаться. И правильно делает. Вот теперь только дает нам Алионского. Но тот может решить. И решает Руслан в ближний угол. 3-1. Ну дело сделано, я надеюсь. 88-я минута матча. Ой, Буяльский на перехвате как отыгрывает. Ну все, воодушевились. Мы немножечко ведем в счете. Ведем в счете. И не просто ведем. Ведем в два мяча. Просто шикарно. Феноменальные итоги. Ну и Буяльский может пробить по воротам. Пробивает Буяльский. Еще раз пробивает. И мимо ворот. Ну все. Вознейшая победа, друзья. 3-1. Одолели мы итальянцев на выезде. Кто бы мог подумать после такого позора дома. Ну что, смотрим в турнирную таблицу. Вот она эта таблица. Перед решающим туром для нас. Перед решающим туром для нас. Хотя у итальянцев, конечно, еще две игры в запасе. Но вы посмотрите на расписание. Нам предстоит сыграть со сборной Португалии дома. А итальянцы как раз таки сразятся с англичанами у себя дома. И Англия, если потеряет очки. А это очень и очень даже вероятно на выезде в игре со сборной Италии. А мы обыграем португальцев, то мы займем их место в первой двойке. В этой вожделенной первой двойке этой таблицы. Которая позволит нам, если не сыграть напрямую на чемпионате Европы, то сыграть в стыковых матчах. Ну все в наших ногах. Как говорится, нужно просто обыгрывать португальцев. Но эта битва ожидает нас в будущем. А теперь нас ждет рутина чемпионата Испании. Возвращаемся мы в него. Ну и сразу нам подкидывают таблицу бомбардиров. Для того, чтобы напомнить, что в ней Еремчук все еще ведет отчаянную борьбу. За эту золотую буту Жало Фелиша. Ну а собственно говоря, в турнирной таблице нам в принципе... Ну я не скажу, что нам прям ничего не светит. Но уже шансы наши стоят все призрачней и призрачней. Побороться за топ-4. Отстаем мы уже на целых 10 очков от Реоса Сидада. Даже имея одну игру в запасе. Но игр осталось уже не так-то и много. А мы едем в гости к Жероне. Этот матч мы будем играть вторым составом. Потому что скоро нас ожидает 1-4 финала Лиги Европы. Поэтому основной состав должен отдохнуть. Ну и плюс есть одна хорошая новость, друзья. Обратите внимание, кто вернулся. Гуляй нога отправился уже от своей травмы. Ну и этот матч он будет начинать на скамейке запасных. Ну не просто потому, что играет не основа. Ну потому что гуляй нога еще не в кондиции. Пока будем подпускать его к играм. Наверное со скамейки запасных. Пусть постепенно он доказывает свое место на футбольном поле. Ну что ж, нас ждет игра с Жероной. Разминочная. Потому что после нее нас ожидает просто бомба матч в Лиге Европы. Долбик сразу в подыгрыше играет. Отдает он передачу Гуляйскому. И тут пробивает поворотом. Ермова. Подача с уголова. Туда. В голову Долбику целился Ермова. Но не попал. Кривцов. Ну что, есть ударчик у Кривцова. Пробивает Кривцов. Но в руки вратарю. Подбор за нами. Хорошо. Долбик с разворота. Ах, как бы сейчас пробить падение через себя. Но ничего не получилось у Долбика. Спокойно. Мудрик играет, казалось бы, спокойно. Но здесь Рутенко. Страхует его. Безус. А вот это выпад неплохой. Отправляется мяч с интерполя. Там себя предлагает уже Ермоленко. Ермоленко. И сразу подавать в штрафную. Ай-яй-яй. Накрывает эту подачу. И еще один угловой. Еще одна попытка прицельно впадать в голову Долбика. Не получается. Буяльский с мячом. Отдает он Безусу. Безус подает штрафную. Проиграна борьба. Но подбор, возможно, будет динамит. Да. Долбик выигрывает ее. Мудрик. Хорошая позиция для удара. И хороший удар от Мудрика. Ой-ой-ой. Как пропускает мяч Руденко. Выходит форвард. Джероне на Трубина. Ну, Трубин. Просто непробивной. Выносите уже куда-нибудь, друзья. Так. Нужно подсобраться. То, что чем от Испании нас уже не очень интересует, это хорошо. Но мы давно уже не знали вкуса побед здесь. Поэтому неплохо было бы и выиграть. Опасно Крихове. А Кривцов нужно выносить. Неплохо. Буяльский спокойно разбирается в этой ситуации. Это опасно уже. Но гасит здесь пожар этой опасности Бондарь. Бондарь пытается выйти из-под трессинга. Это получается. Буяльский. Степаненко. На этот раз тот спокойненько отыгрывается через пас. Безус. На Довбика. Довбик удерживает. Вынужден удерживать в центре поля. Получает мяч Мудрик. А вот здесь есть где уже разбежаться. Мудрик. Там его партнеров уйма в штрафной. Мудрик поздновато. Поздновато отдает эту передачу в штрафную. Но тем не менее угловой в итоге. Не так уж и хорошо сыграл Бондарь. Как казалось на первый взгляд. Криховик пробивает головой Довбик. Но что вы делаете? Вы можете научиться уже просто выносить мяч из своей штрафной подальше. Да что это за волейбол? Руденко. Ну нужно выйти в контратаку. Шапаренко не спешит идти вперед. Только сейчас получает поля. В центре поля. Пытается уйти от защитников. Ничего не выходит. Довбик. Посмотрите как глубоко вынужден играть Артем Довбик. Передача на Ермолу. Ермоленко через пас. Буяльский. Еще туда. И Шапаренко уже пробивает поворотом. Коля пытается сбросить защитника со своих ног. Ничего не получается. Степаненко безут. Хорошо. На Ермолу. Ну как же так? Не в ход вообще попасть можно было. Ну и все. На этом пока свисток на перерыв. Не можем мы справиться с Жероной. Хорошо. И очень неплохая передача на Безуса. И тот просто какую скрытую передачу на Довбика. Ну здесь нужно порешать Артем. Не успевает Бондарь. Передача в нашу штрафную. Фуксу и Тай. Мяч в итоге в руках у Трубина. Еще одна атака Жероны. Взялись они за дело. В нашей штрафной. Подача с угла. Вова. Мяч летит и опускается на сетку наших ворот. Хорошо. Безус с мячом. Ну Роман может и пробить. Пробивает Безус по воротам. Мудрик не успевает за своим оппонентом по фангу. Но только сейчас Мудрик приближается к тому. Не дает подать. Хороший прессинг от Мудрика. Ну делает что может. Он к нему претензий нет. Ой-ой-ой. Мудрик это было на грани. Но все еще в атаке Жерона. Счет конечно 0-0. Но Жерона взять и у ворот я вам скажу в этом матче ближе. Ну Трубин. Берет мяч в свои руки. Мы начинаем свою очередную атаку. Мда. Это атакой не назовешь. В итоге снова мяч у наших ворот. Стуа не опасна. Ну и снова Трубин. Что может быть флангом что-то получится. Мудрик режет угол в итоге. Топоренко ждет Мудрика. Отдает на то передачу. Мудрик врывается в штрафную. Отдает на дальний угол. И что там угловой. Вон Дарь. Ну что ж ты делаешь дорогой. Фу. Прощают нас. Так. Ошибочка в передаче в атаке. У Жерона. Ну что. Может накажем мы в концовке матча. Безус. Нет. Наказывают Безуса пока что. Но ошибка в передаче. Мудрик. А кто будет бежать если Мудрик здесь? Пока что мяч у Шабаренко. Коля. Туда. Дальше. Хорошая передача. Ну что. Буяльский врывается на оперативный простор. Но его отжимают. Немного. В хорошей ударной позиции. Но тем не менее это не мешает ему отправить мяч в дальний угол ворот. 1-0. Фу. Фу. Ну очередная ошибка. Жероны начали не ошибаться в концовке матча. Но это позволило нам немного в свои ноги взять нити этой игры. 93-я минута матча. Последняя атака Жероны. Финальный цветок. Но все-таки вырываем мы победу. Наш второй состав на выезде. 1-0 одолели мы Жерону. Такая долгожданная победа в чемпионате Испании. Должна нам немного добавить уверенности перед следующей игрой. А вот теперь на сладенькое, друзья, та самая игра. Игра сегодняшнего выпуска. Пожалуй, даже несмотря на все те отчаянные попытки вывести сборную Украины на чемпионат Европы. Самое важное сегодня это, конечно же, игра с Бенфикой в одной четвертой лиге Европы. Кадис Бенфика. Принимаем мы дома легендарную португальскую команду. Будем играть, конечно же, безоговорочным основным составом. Гуляй нога у нас на скамейке запасных. Если что, он выйдет на второй тайм. Я думаю, даже не если что, а Гуляй нога по-любому должен выйти на второй тайм. Должен набирать Гуляй нога игровую форму в этом сезоне. Он нам еще поможет, я уверен. Ну что ж, с Богом. Ну и ошибаются игроки Бенфики в дебюте матча под нашим давлением. Не ошибиться бы нам сейчас при выходе из обороны. Пока хорошо, неплохо. Малиновский. Безус. Отличное открывание Цыганкова. Ну, кто-то поможет. Видите, пока никто не помогает. Он развращивается под левую. Ближний пробивает. Подача Цыганкова неплохая. Но здесь все перекрыто. Нужно вступать в отбор. Безусу. Забарный пробивает просто под себя. Забарный уже буквально. Хорошо. Мяч за нами. Малиновский. Под правую пробивать неудобно. Малиновский. Неплохая передача. Шапренко продолжает на Зубкова. Кому сразу накрывают рывок. Тот отдает на Малиновского. Тот пробивает. Так, ну что ж. Своем и поатаковали, да? Говорят, игроки Бенфики. Устремляют свою атаку. Но пока все спокойно. Забарный. Хорошо. Ай-яй-яй. Подбор за игроками в красном. В итоге. Эвертан. Ну, здесь Цыганков. Спокойно. Спокойно нужно выходить. Зинченко. Отлично. Видит он рывок Цыганкова по центру. Тот что? Тот видит. Еремчука. Как ошибается защита Бенфики. Роман должен решать исход этой атаки. И решает его Роман. Один. Смотрим мы еще раз на эту передачу. Он просто из-под себя уже выгребает этот мяч. И Еремчук выходит на ворота Бенфики. Как он там пробил? Давайте. Я хочу еще раз посмотреть на этот удар. Еремчука. Вы посмотрите. Ой-ой-ой. Дубков. Отлично играет Дубков в отборе. Что там? Не было пола. Но мяч наш все-таки. Сейчас бы не привести. Забарный. Просто выносить. Все правильно. Ну и хорошо. Цыганков играет. Еремчук. На этот раз с ним играет внимательно. Отскакивают у него правда защитники. Бенфики тут видит. Зубкова. Зубков принимает мяч. Там в офсайде был Безус. Вот только теперь подача. А кто же будет замыкать? Ну пока не все получается у Бенфики. Мягко говоря. Мы должны этим пользоваться. Потому что вы же понимаете. Что в какой-то момент. И у нас все может развалиться. Ударная позиция. Какая хорошая. У Шапаренко тут пробивает поворотом. Пока нам дают играть. Ну и должны играть. И забивать как можно больше мячей. Ну что ж такое. Как же не форти-то. Еще одна передача. С углового. Выиграна борьба. Сброс. Но не точно. Подбор должен быть за нами. Безус. Хачараба. Пробивай поворотом. Не стесняйся. Так. Ну что ж. Начинает свою первую осознанную такую атаку. Сегодня Бенфика. Ну сразу же мы ее перекусываем. Отлично. Зинченко видит рывок. Зубкова снова не успевают. Игроки Бенфики за нашими игроками. Передача. Ну нужно делать второй. Да что же это такое. Малиновский. Почему на этот раз ты головой не приговорил вратаря. Так. Снова ошибка. Передача от игроков Бенфики. Не ошибиться нам бы в своей передаче. В итоге. Что мы и делаем. По большому счету. Ну и теперь разрешаем Бенфике все-таки выйти в свою атаку в первом тайме. 42-ая минута. Очень внимательно нужно играть. Не хочется пропускать. Ой-ой-ой. Бущан просто выноси. Просто выноси Бущан. Да что же это такое. Нету силы Бущана чтобы вынести мяч подальше своих ворот. Ну вот у Зинченко начинает уже привозить. Не глядя. Просто в панике отдавать. Не нужно нервничать. Все же хорошо у нас получалось. Ребята. Просто спокойно играем. С ними можно играть. Они тоже люди. Они ошибаются. И ошибаются в этом матче немало. Но пока нужно спокойно доиграть. Первый тайм. Забарный. Хорошо. Ну. Он дает свисток на перерыв. Какой же молодец. Ну пока гуляй нога только готовится к выходу на поле. Мы проводим свою очередную атаку. Ну и Безус перед уходом с поля. Пробивает по воротам. Безус. Яремчук. Добивание. Нет положения вне игры. И 2-0. Дубль Аремчука. Делает сегодня свою работу наш форвард. Делает он ее сегодня в принципе. В каждой игре. А. Бенфика плывет понемножку. Так. Ну. Ребята. Еще далеко не все сделано. Еще играть в этом матче. Еще играть ответный. Поэтому нельзя расслабляться. В идеале. Этой Бенфике можно забивать еще. Гуляй нога. Первая передача. Спустя 6 месяцев. Первый раз. Спустя полгода. Нахождение в лазареде. Гуляй нога выходит на поле. Ах. 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 А если бы прошла передача Шапаренко. Так. Спокойно. Цыганков. Просто выносить. Витя. Просто выносить. Это не вынос. Хорошо. Зинченко. Малиновский. Туда. На Гуляй ногу. Гуляй нога. У того есть скорость. И есть подача. Гуляй нога смотрит. Штыхну. Подает на Шапаренко. Что делал Оля. Знает. Наверное только он один. Хорошо. Очередная ошибка в передаче от игроков в Бенфике. Гуляй нога. Из глубины рвется к воротам. Гуляй нога. Гуляй нога. Просто освобождает пространство. Даша Паренко тут пробивает по воротам. Но нужно забивать. Нужен третий мяч. По такой-то игре. Подача. От Цыганкова. Высокая подача. Вшел слух. Забарный сбрасывает. Но не успевает к мячу. Гуляй нога. Аккуратнее нужно. Гуляй нога. Выйдем мы из обороны в атаку. Зинченко. Ошибается Саша. Не нужно было ускоряться в этом эпизоде. Прямо он натыкается на игрока Бенфик. И те в итоге выходят в свою контратаку. Счет 2-1. Очень скользкий счет еще. Играть довольно-таки много в этом матче. Удар по нашим воротам. Снова Зинченко. Этот раз просто через пас. Паренко в центр. Гуляй нога придругает себя. Получает мяч. Гуляй нога. Пытался перебросить фратаря. Гуляй нога. Но ничего не выходит у него. Ай-яй-яй. Это что за вынос аута? Ну заба... Забарный. Дарим мы просто на ровном месте Бенфике этот угловой. Ну и теперь нужно внимательно сыграть на ближней штанге Зинченко. А тот просто выносит за пределы поля. Затяжная атака Бенфики. На самом деле она из ничего просто возникла. Мы сами привозим моменты на свои ворота. Ну как мы любим все происходит. Забарный. Внимательно-внимательно выходим. Гуляй нога. В полно гуляй ноге. Вы там аккуратнее. С Димулей пожалуйста. Зинченко. На фланг отдает на Малиновского. Малиновский видит наших игроков в центре поля. Получает римчук мяч. Получает уже Зинченко. Левый пробивает. А почему же никто не выбросился на этот мяч? На подбор, а? А где наша защита? Это опасно. Атака 4 в 4. Или даже 4 в 3. Буквально. Кто это? Это Жота? Жота играет за Бенфику. Какая передача? Бущан просто лучший добиваний. Бущан просто машина. Ай-яй-яй. Атаминди. И Бущан. Ну и выноси Хачараба подальше. А он выносит еще и на ногу Цыганковую на этом финальном сесток. Ну 2-0. Разобрались мы дома с Бенфикой. Да и в чемпионате Испании у нас все не так уж и плохо. Это вымученная победа на выезде с Жироной. Все-таки позволила нам приблизиться. Корялся Седаду, который судя по всему потерял очки. И на 7 пунктов мы отстаем уже от команды Сан-Себастьяна. И у нас есть игра в запасе. И в принципе 8 матчей еще впереди. Мы можем зацепиться здесь за четвертую строчку. Ну а в Лиге Европы мы показали просто мастерскую игру. Да были просто шикарные. Мы сыграли на ноль. Кстати, второй матч к ряду. Мы играем в обороне на ноль. Это просто что-то невиданное, ребята. Ну а как оно будет дальше? Сможем ли продолжить мы этот уверенный ход? Увидим уже в следующем выпуске. Ну а сейчас будем прощаться, друзья. Спасибо вам всем огромное за просмотр. Обязательно оставляйте свои лайки под этим видео. Еще раз вам напоминаю, это очень и очень важно. В конце концов, ну что вам стоит нажать на эту кнопочку. Нажимайте на свои лайки. Ну а сейчас будем прощаться, друзья. Берегите себя. Все будет Украина. Субтитры сделал DimaTorzok